Привет! Сегодня я расскажу вам о результатах жеребевки группового этапа World Cyber Arena 2015 в новом составе Virtus.pro по Dota 2 и изменениях в стане Fnatic. Грядущий мейджор в Шанхае приоткрыл трансферное окно для всех коллективов, желающих его посетить. СНГ-сцена сейчас переживает не самые лучшие времена, поэтому многие команды вынуждены пойти на изменения в своих составах. Одним из таких коллективов стал Virtus.pro. Спустя более чем полгода совместной игры в последнем ростере, состав «Медведя» покидает Илья Иллидан Штормрейдж Певцаев. В последний сезон Илья выступал на позиции мейнкерри и вместе с командой смог занять пятое место на The International 2015. На его место пришел один из опытнейших игроков СНГ-сцены за все время — Айрат Сайлент Газиев. Перейдя из Team Empire Virtus.pro, Айрат станет частью большой семьи и, в частности, командой, способной достичь немалых успехов на профессиональной сцене. Уже сегодня новый состав ждут матчи в рамках европейских отборочных на Star Series, а в ближайшем будущем — поездка в Лос-Анджелес на финал The Summit 4. С каждым днем дата начала мейн-ивента World Cyber Arena становится все ближе, поэтому организаторы решительно взяли за распределение участников по группам, чтобы те смогли подготовить себя к первым оппонентам. ВЦА будет международным турниром, поэтому на нем можно будет наблюдать команды из всех популярных регионов, начиная с СНГ и заканчивая Юго-Восточной Азией. 16 составов прошедших квалификаций или добавленных организаторами в связи с нехваткой участников разделили на 4 группы. К сожалению, формат проведения неизвестен, и сделать прогноз на какой-либо вариант проблематично, ведь в прошлом году на лан-финал попали всего лишь 8 участников, и их сразу поместили в сетку Double Elimination. Организаторы все еще не нашли замену для Cloud9 из группы D, которые недавно были расформированы, что немного усложнит задачу для остальных игроков. Единственными представителями СНГ на турнире было Team Empire, и именно им придется показать хороший результат Китая с 17 по 21 декабря. Ежегодная премия The Game Awards собирает в себе не только традиционное голосование, но и награждает лучших киберспортсменов уже второй год подряд. На этот раз в списке участников оказались профессионалы в дисциплинах Dota 2, Counter-Strike Global Offensive и League of Legends. Французский снайпер Кенниас отлично вписался в Team Envance после Reshuffle Titan, и именно он будет номинирован на пару со шведом из Fnatic Олаф Мейстером. Лучшими в Dota 2 считаются нынешние тиммейты Сумаил и PPD. Вместе с дуэтом опытного капитана и молодого пакистанского мидера Evil Geniuses выиграли Dota 2 Asia Championship, а летом стали чемпионами мира, завоевав первое место на The International 2015. Представлять League of Legends будет никто иной, как Ли Сан Хёк, он же Фейкер. Дукратный чемпион мира может стать тяжелой обузой для остальных конкурентов, ведь он уже получил несколько наград у себя на родине. Также не стоит забывать, что самую большую киберспортивную аудиторию в мире имеет детичь Riot Games. Уже завтра в 5 утра по московскому времени станет известно имя победителя. Трансляцию можно будет посмотреть на всех популярных платформах, в том числе и Twitch, YouTube, PlayStation Network и Xbox Live. Всему когда-то настает конец, и это вполне можно открыто сказать о многих элементах киберспорта, как об организациях, командах, так и об их игроках. Спустя 8 лет, проведенных в профессиональном дивизионе, Ли Йен Хо, более известный как Flash, принял решение повесить мышь на гвоздь. Игрок приобрел невероятную славу во времена StarCraft Brood War и старался поддерживать свои успехи после выхода второй части. Все это время он являлся частью организации KT Roadster, и в ближайшем будущем его ждет военная служба. Пол Редай Чалонер отметил, что вклад такого великого игрока, как Flash, в развитие киберспорта неоценим, и он подарил сообществу множество незабываемых моментов. Сам Ли отметил, что такой поступок будет схож с длительным перерывом, и велика вероятность того, что он снова будет играть на профессиональном уровне. По завершении чемпионата мира международная сцена League of Legends продолжает проходить через изменения. Наибольшее внимание местное сообщество заостряет на Европе, а в особенности на ее чемпионах. Ведь после ухода из состава ФНАТИ корейского дуо Хани и Рейн Овер, можно было понять, что на этом новости не заканчиваются. Этой ночью организацию покинул французский саппорт Yellow Star. Игрок пробыл в составе ровно два года, и вместе с ним команда завоевала три чемпионских титула в его LCS, а также стала бронзовым призером на Mid-Season Invitational и чемпионате мира пятого сезона. Сам Yellow Star планирует сменить регион, и велика вероятность, что его выбор пойдет именно на Америку. Сейчас это самый перспективный регион для развития. А у Trekkles и Fab Event придется вершить новую историю в составе легендарного тега. А у меня на этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok